привет привет мои дорогие сегодня будет такое видео знаете сегодня мы рисуем с анютой и я ее хочу немножко получить рисовать может быть кому то тоже пригодится беру кисточку если честно мне очень нравится фирма вот это вот черная река кисточка но она достаточно дорогая эта кисточка рублей 270 стоит но это классно она вот такая вот а плоская я заказала с китая тоже у них неплохие кисти но у них знаете какие проблемы есть у китайских вот такие то есть она как-то сама кисточка неплохая но вот как-то проблема сама непосредственно ручкой как рисовать рисую я акриловыми красками поэтому вода нам в общем то нужно только для того чтобы смягчить кисточку и потом ее помыть больше вода не нужна вот мы ее намочили и теперь промакиваем где-то на ткани здесь идет смысл такой на одну сторону кисточки мы набираем то есть вот таким вот образом мы набираем вот кисточку я набрала немножко больше макнула и набрала один цвет другую сторону переворачиваю и макаю в белый цвет ну к примеру выглядит это вот так только единственно сильно макнула теперь меня ситуация какая с одной стороны цвет есть с другой стороны цвет есть а середина пустая для этого мне надо кисточку забить то есть не нашу в середине смешались эти два цвета для этого мы берем вообще любой либо листок либо ну вот что угодно и начинаем забивать кистью чтобы серединка у нас соединилась опять макаю один бок один в один цвет другой в и опять начинаю проводить в общем то несколько раз вот так вот делаем наша кисточка она забита теперь середина у меня есть и когда я буду рисовать я буду макать только вот так вот краешки все теперь здесь тут конечно уже все пойдет методом строка ошибок и только тренировками больше ничего то есть это вот основное то что надо показать да когда я начинала учиться я училась как поставить допустим кисточку и начать вести то есть ведем поставили кисти то есть как это все потом например у нас как сделать по кругу то есть например так и так то есть мы смотрим как наша кисточка ведется просто посидеть надо и какой-то один вечер посидеть попробовать и посмотреть как себя кисточка ведет в том или ином положении как а когда мы рисуем цветок да то есть цветок мы должны понимать что мы поставили кисточку здесь в общем-то сильно не надо надавить на кисточку и получается что вот они получились лепесточек вот таким вот образом да вот это может быть вот такой лепесток либо это может быть например я сейчас если буду посильнее нажимать на кисточку вот как бы она у меня легла и я чуть-чуть приподнимаю и тогда у меня получится вот такой вот лепесточек все дальше в общем здесь уже смотрите как как вы можно сделать лепесток вот такой то здесь я немножко сильнее до двигала но я думаю что каждый из этих лепестков он имеет право на жизнь и каждый раз я мака сделал лепесток я его макаю если покажу сейчас как мы рисуем сам цветок например как нам нарисовать бутон бутон а мы рисуем то есть вот таким вот образом вот сейчас чем классно двойной мазок то что если у вас что-то не получилось можно всегда переделать то есть нам надо сделать вот такой по кругу и теперь вниз и вот так вот то есть получился вот такой вот даже не знаю что это куб наверное и уже сбоку мы вот здесь добавляем наши лепестки к примеру это вот так вот выглядит может быть такой быть может быть я брала эту краску как бы которыми не жалко для того чтобы рисовать мы сейчас анюты будем учиться поэтому и вот пожалуйста на самом деле когда вот так вот смотрит что она не очень до получается когда потом мы сюда добавим наши зеленые листочки то поверьте здесь уже будет совсем все по-другому я не могу сказать что я там мастер-художник я не художник я как бы самоучка и вот час анюте пытаюсь это все научить ее точно так же это все делать да в вода нам в общем то не нужно больше дальше можно иногда провести по нашей палитре для того чтобы когда много краски набирается либо промокнуть и на тряпочки которого должна лежать рядышком и сейчас давайте нарисуем какой-нибудь цветочек так достаточно быстро поначалу проще всего конечно переворачивать сам листок когда не научитесь пока не научись но даже когда я смотрела как художники те кто же профессионально они тоже крутят и у меня получается начинаем следующее где-то вот от середины и то же самое мы в общем то делаем по кругу здесь у нас получается на нашу по наскору к остался потому что мы туда будем добавлять еще лепестки и уже такие вот тут как прожилки получаются и в итоге потом получается очень даже красиво и с учетом того что я как бы не художник никогда не рисовала и всегда мне казалось что это очень очень сложно на самом деле здесь нет ничего сложного всего по всему можно научиться было бы было бы желание мягко говоря не последний уже в этом кругу и теперь нам надо подождать чтобы она высохла и потом то же самое мы начинаем уже следующий круг делать я чуть ниже либо можно здесь сейчас а сделать уже сейчас он под высохнет уже можно будет сделать середину куда-то говорить как делаются листочки и листочки мы делаем в общем то то же самое только используем в серединке желтый цвет а с краю зеленый и получается общем то вот таким вот это все образом вот тебе листочек в общем то ничего сложного нет главное понять а как у нас а получается сам то есть как надо вести кисточка да то есть чтобы у нас было получалось так сказать листочек не то что листочек а лепесточек как как мы ведем это все рукой поверьте мне это реально не сложно то любой человек может научиться только на потренироваться дом что некоторые когда ты уже начинаешь как бы уже рука так посвободнее идет а там уже можно и вот такие лепесточки как некоторые делают то есть вот так вот делать то есть уже когда рука будет больше набита у вас уже будет что-то получаться и и будет как раз-гораздо интереснее такая она получилась но я еще вот и я получается что я когда рисую я кручу вот чем не нравится это двойной масок что-то не получилось можно прям сверху брать и сверху рисовать и получится о чудеса можно зарисовать может быть кому-то тоже это будет полезного сейчас сижу анюте это все показываю сейчас посмотрим что у нее получится но это тоже она начала рисовать в общем-то неплохо получается но тут знаете здесь научиться вот можно научиться это когда тебя просто один раз показали что как сбиваем кисточку а дальше это только вот только тренировки то есть на посреди как себя ведет кисточка как она двигается какой рисунок получается при том или ином движении и и в интернете конечно очень много видео по такому двойному москву москву не изначально эту идею дала моя подписчица зовут ее танечка ей огромность огромное огромное спасибо если она смотрит мое видео она рисует можно кстати сверху белым сделать и тогда уже другой получится лепесточек сейчас покажу то есть если мы на тоги белым делаем то как тогда получается то тогда вот так все выглядит каракушечка ну вот на бумаге лучше когда именно чтобы вот показать чтобы камера зафиксировала мне кажется белый будет слабо видно да видишь слабо видно то есть а лучше когда контраст какой-то есть тогда будет лучше видно либо надо было какой-то другой цвет взять для контраста в зависимости от того как вы двигаете рукой получаются такие же получаются у вас прожилочки дать там что-то не понравилось а тут же можно взять и переделать да надюша тоже он решил рисовать надюш молодец какая ты вот а теперь мы можем вот здесь на нашем цветочки уже либо сделать а второй этот ряд этих цветков либо мы можем здесь уже сделать например вот так вот и вот так вот то есть у нас получается уже есть серединка у цветка что-то не нравится сюда можно перерисовать и уже отсюда мы начинаем следующий ряд наших листочков здесь рукой залезло ну и тороплюсь конечно это когда ты рисуешь то тогда такое творчество получается меня это успокаивает мне так кажется это так круто это когда ты сидишь у тебя нет мысли ни о чем ты думаешь только о рисовании если у вас какие-то есть трудности в жизни какие-то когда знаете надо отвлечься я вам советую попробовать потому что это реально отвлекает вот реально отвлекает у тебя мысли только вот об этом рисовании как ты там лепесточек и еще один и еще один кто-то там не вконтакте что-то написал ты тоже хочешь так рисовать ну сейчас подожди я порисую а потом ты будешь рисовать ладно хорошо хорошо а я буду рисовать так сейчас так побыстрее это все сделаю конечно когда ты никуда не торопишься когда ты сидишь себе тихонечко рисуешь то это все получается аккуратно аккуратно вот 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 и и и и и ой омммм как вот вот мотки вот 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 Мама, я хочу... Эта... Вакакой. Угу. Коварки. Угу. 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 Это сдалека как смотришь и здесь потом желтенький можно сделать серединку. И уже отсюда... А это... Мы нарисуем веточку. Мама... 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 Кого? Коветка. Угу. Хорошо. Мама... Коветка. Я коветку. Мама... Угу. Что-то пытаешься показать, почему-то не получается. Когда... Мхм... Саври слышишь? Ничего не... Не думаешь, а вдруг не получится, тогда лучше получается. Сейчас получается, ну, волнуюсь. Вам показываю и волнуюсь. Ну, девчонки, я говорю, что я не профессионал. Я огромный любитель. Поэтому у меня все вот таким вот образом выходит. Главное пробовать. Вот не бояться и начать себя пробовать. Получился у меня цветочек. Сейчас я думаю, что сюда еще лепесток можно добавить. Мама, я буду павить ноги. Да, будешь павить ноги. Мокон. Угу. 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 А это кто? Угу. 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 В общем-то, сюжет понятен. Угу. Вот тут вот. Вот тебе лепесточек. В общем-то. Ну и что, Анют? Мне нравится. Тебе нравится, да? Ну хоть кому-то нравится. Сейчас посмотрим, что у Анюты получится. Анют, вот этой краски возьми, учись, рисуй на тех красках, которые, в общем-то, не жалко, да? Немножко неудачную краску вот эту купила. Она была чуть дешевле. Ну и как всегда, в общем, хотела сэкономить и получилось. Купила не то, что надо. Она, в общем-то, сохшая. Я еще пыталась разбавлять разбавителем. И, получается, когда я разбавляла, она-то разбавилась. Но это-то, как его, цвет у нее видоизменился. Стал какой-то более кремовый, что ли, такой вот цвет. Да, Надюша? Мама. 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 И здесь, вот на самом деле, вот чуть по-другому поведешь кисточку, уже будет другой рисунок. Чуть по-другому поднимешь, уже получается совсем все по-другому. Ну, это все методом впрок и ошибок. Вот этот вот, если не получается вниз опускать, то все равно, вы видите, потом сверху рисуете. И тут, ну, не столь важно, как у вас тут вот этот закончится. Вот эта часть. Потому что у меня поначалу вот это не очень получалось. А можно еще, вот можно так лепесток на лепесток делать. Мне так кажется, что оно красивее получается, более естественно. Можно рисовать просто. Вот мы начали. Мы с Санютой так на стенгазету рисовали. Просто вот таким вот образом. И получается там уже каждый лепесточек просто сам по себе. Можно еще такой листочек, цветочек рисовать. Это, конечно, гораздо проще. Мы тогда его нарисовали очень быстро. То есть примерно представляем себе, где будет серединка у нас. И по поводу серединки. Я ее просто делаю ватной палочкой. Макаю ватную палочку. И потом сюда, так сказать, делаю такие точечки. Вот тебе и... А, я вся выпачкалась. Я что-то тут, видишь, что отворила. Мы бегом вытираться. Мы бегом вытираться. Что-то я вся выпачкалась. Матюш, как я так умудрилась. Ага. И потом вот там можно либо еще взять округлую кисточку и вот таким вот движением, в общем-то, там потыкать. Вот так вот это все будет выглядеть. Ох, там Надюша еще с красками как с кубителями играла. Надо бы тоже приемку другую покупать. Ну все, в общем-то. Сейчас посмотрим, что у нас Анюта будет рисовать. Вот, Анюта сейчас пробует рисовать. Так, а зачем ты кисточку-то моешь? С пальчиком. Ну ее полоситом. Понятно. Так ты, а тряпочка у тебя где? Ну, вытирай ее сразу. Кто тут у нас стоит? Кто тут стоит такой голубоглазый? Девочка, привет. Привет, девочка. Тебе пальчиком сюда тыкнуть не надо? Не надо сюда пальчиком тыкать. Нет, не надо. Не надо сюда тыкать пальчиком. Ты каким я цветом накрасила ногти? Такой вот какой-то мятный. Напишите, нравится вам такой цвет или нет. Мне кажется, интересный цвет получается. А Лиде надо у меня забрать камеру. Потыкать ее пальчиком. Да, Лид? Такая она смешная. Что у тебя тут есть интересного, Лида? Что у тебя там молочко есть? Что ты? Попей молочко. Попей. Ложись, попей молочко. Давай, давай. Не хочешь? Сейчас тебя достану. Сейчас достану. Получается, когда я делаю, да, Анюта вот здесь вот резко пытается поднять. Я говорю, что мы не сильно поднимаем, а как бы ее опустили и чуть-чуть приподнимаем. И теперь опускаем. Нам надо поднять кисточку и просто как бы чуть-чуть вниз, чтобы завершить весь этот лепесток. Но вот такой вниз я не делаю. Получается, когда ты снимаешь и делаешь это быстро, то так кажется. на. Пробуем с Анютой. Так, быстрее веди кисточку. Что-то. Ты, получается, Анюта, ведешь кисточку. Дай. Смотри. Видишь, ты, получается, вот ты вела-вела ее, да? Вела-вела-вела-вела-вела. И потом, не поднимая кисточку вверх, вот эти вот сами ворс не поднимая. А ты делаешь вот так. Понимаешь? А я это делаю, вот я, я веду, смотри, я веду, 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 смотри. И у меня кисочка, вот, посмотрите, она на полу лежа лежит. Вот смотри, видишь, она на полу лежа, она не лежит полностью. Так, теперь я поднимаю кисточку и просто ее, ну, как бы, заканчиваю. Может, если не получается, просто веди-веди-веди, подними кисточку и все. И потом дальше здесь начнешь следующий лепесток. Поняла, что я имею ввиду? Анюта, у тебя получается, вот еще раз, смотри. Мы ее поставили, я не знаю, как. Вот тебе, пожалуйста, такой вот лепесточек получился. Вот, набираю в кисть. Попробуй. Они все равно хотят с белым сверху делать. Ты ее чересчур сильно кладешь, Анюта. Кисточку поднимай. Тебе надо, попробуй ее наполовину. Вот ты сейчас положи, ну, давай. Сильно ее не нагинай, как бы, сам ворс. Чуть-чуть, ага, вот так. И тебе надо побольше вверх-вниз двигать, делать движение. Вот, ну, типа того. Я сейчас попробую просто делать не закругляя, а просто делать полосочки. Вот просто вот так, как ты ведешь, то же самое. И постык, как у тебя получается. Когда ты так кисточку делаешь, когда ты так делаешь. Просто постык, как, видишь, когда сильно мелко, тоже не очень красиво. То есть, когда вот побольше, они получаются более естественно. И пробую, вот, пробую именно, тебе надо поставить сейчас руку. Тебе она не лепесток научиться рисовать, а научиться поставить руку. То есть, тебе надо понять, как должна быть кисточка для того, чтобы... И как получается, когда ты... Вот у нее сейчас получилось так, что они как бы вообще не должны смешиваться. Краска, это очень плохо, если она смешивается. Поэтому укунаем один кончик и другой кончик. Тогда ваша... Я когда рисую, у меня такого нет, у меня чистая краска. Зарядки, у меня там может маленькая капелька получится. Опять получается, ты сейчас... Листочек, ну, ты кисточку еще не подняла, а уже повела вниз. Получается, ты смазала. Тут же на этом лепестке делай, попробуй то же самое сделать. Только краски набери. Ты, когда набираешь краску, ты ее не води вот так вот. Вот так вот не води. Вот опустила, подняла. С другой стороны опустила, подняла. Таким образом, когда ты начинаешь водить, ты уже... Вот видишь, середина у тебя уже какая-то непонятная, то ли белая, то ли что. А у тебя там должен быть смешанный цвет. Видишь, что получилось? За счет того, что ты вот так вот водишь. Да, доченька? Что ты, доченька? Вот, видишь, как получается? Поняла? Вот. И тебе надо сейчас просто вот таким вот образом. Вот и пробуй. Смотри, как ведется рука. Опустила, с другой стороны опустила. Кисточку это не акварель, как мы привыкли рисовать, когда там начинаем набирать вот таким вот образом. Вообще, вот это моя самая... У тебя ошибка, а я тебе говорю, ты не подняла кисточку и привела ее вниз. Зачем ты ее ведешь вниз? Не поднимай, не веди вниз. Просто подними кисточку и все. Вот, поставь ее на ребро. То есть, вот, ты ведешь, ведешь, а потом просто ее поставь на ребро. Вот, тык тык тык, и подняла ее. Все. И вот так заканчивай. Ведешь, ведешь, подняла ее на ребро. Вот, подняла ее на ребро. Просто потом, когда ты уже будешь делать, у тебя получится, ты будешь понимать, у тебя это будет уже получаться автоматически. Поднять вот это на ребро, кисточки. Вот то, что у них тут получается. Ну, видишь, получается так красиво. Просто надо понять, что как рука пошла. Только так мы сможем с тобой разобраться. Здесь уже не научишь. Вот здесь просто идет методом впрок и ошибок. Смотреть, именно учиться. Берешь один листок, берешь второй листок, пятый, десятый, вот 250 раз. Ты же не для кого-то рисуешь. Смотри, как у тебя получается, если ты так ведешь. Теперь попробуй, а если ты вот так будешь руку вести. Это же такая техника, что тут каждый, кто как ведет. То есть, как кисточка себя ведет и какой получается рисунок, так или так. Поняла, да? Все, пробуй так вести. Поднять, опустить, чуть вниз. Давай, ты что-то заберу тебя. Ой. Вот тут вот высох мой цветок, который я рисовала. Вот такие вот листочки. Листочки вот когда с желтой середины, с зеленой, красиво получается. Вообще-то вот так это все выглядит. По идее, так все просто, а потом, посмотрите, как красиво, как настоящий листочек выглядит. Тоже только методом тренировок. Больше никак. Вот просто насадиться, взять и пошел вон кисточкой маслать. И все получится. И все у нас выйдет, все получится. Ты руку сейчас не сгинай, Анюта. Ты лучше бумагу сгинай. А рука у тебя должна лежать. И так тяжело рисовать. Потому что у меня рука лежит. То есть я делаю упор, и у меня нижняя вот здесь вот, вот эта часть, она у меня лежит. Таким образом, мне тогда проще работать именно непосредственно с самой кистью. То есть я тогда, допустим, ее поднимаю, и я ее просто работаю самими пальчиками. Поэтому, когда человек начинает рисовать, у него, конечно, рука очень деревянная. Как у меня любит говорить, это девушка, которая рисует на ногтях, и которая преподает именно, как рисовать на ногтях. И она говорит, когда только начинаешь учить человеку, у него получаются деревянные руки. Пока он там научится владеть своей рукой, владеть пальцами. То есть пока мозг поймет, и рука поймет, не знаю как, что надо делать и когда поднять. То есть, у него есть такое, это там, начинать серединку, она как-то начинает, там, я не показывала, вот как-то сбоку. А у тебя, Нюта, получается, ты начинаешь вести, ты ставишь оранжевым, вот у тебя вниз мы поставили, а потом мы начинаем вести, и следующий у тебя пошел следующий. Вот такой вот у нас вечер, вечер наших таких рисовашек. Самое главное, чтобы было желание. Если есть желание, то все получится. Вот правда, это я уже убеждена. Сидишь и рисуешь, и рисуешь, и рисуешь, и рисуешь, и рисуешь. Ты пока научись просто рисовать лепестки, пока не пытайся их соединить в цветок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...